В Одессе почтили память ветеранов пограничных войск Украины. Как известно, официальное празднование Дня пограничника в Украине перенесено на 30 апреля. Однако ежегодная традиция – чтить память тех, чья профессия защищать границы своей родины именно 28 мая осталась. У памятного знака, установленного на территории Мемориального парка 411 батарея, в этот день собрались ветераны различных подразделений, погранвойск, представители депутатского корпуса, патриотических и общественных организаций города. Отдать дань уважения ветеранам пограничных войск пришли и депутаты, представители оппозиционной платформы «За жизнь». Как признался заместитель председателя Одесского областного совета Вадим Шкаровский, сегодня он встретился не просто с ветеранами, а с добрыми друзьями, многих из которых знает почти всю свою жизнь. История пограничных войск настолько и серьезная, и настолько ответственная, и настолько она славная, что забывать ее и не передать поколениям нашим, которые за нами идут, это было бы, наверное, неправильно, кощунственно и даже, наверное, преступно. Потому что на примерах тех многих людей, которые служили в пограничных войсках, стали героями Советского Союза, которые защищали нашу страну во все времена и стояли всегда и стоят сейчас на рубежах, на первых рубежах государства, это нужно чтить, нужно помнить и нужно воспитывать именно дух пограничника. Он здесь витает сейчас в этом месте, он витает в наших душах, в наших сердцах, и мы будем так дальше его передавать. Как отмечают сами ветераны, сегодня такие встречи для них уже само по себе праздник. Ведь здесь они встречают своих сослуживцев и вспоминают свою славную службу. Был призван пограничные войска. Вот с тех пор я остался верен тем войскам, куда меня призвали. И об этом нисколько не жалею. За отличие в охране государственной границы. Это специальная награда. Ее, будем так говорить, очень сложно было при Союзе получить. Отдать дань уважения тем, кто защищал передние рубежи Родины, пришли и молодые офицеры, представители украинского казачества и служащие различных подразделений погранвойск. Отец Анжелики Казачук, которая сегодня работает в военно-медицинском клиническом центре, также был пограничником. И она сама также решила посвятить свою жизнь службе. Сейчас у нас гендерная ревность, поэтому все женщины, как и мужчины, однаково выполняют свои войсковые обовязки. Ну, может быть, нам немножко с начала было тяжело, потому что с женщиной и с мужчиной две разные речи, а выполняем однаковые задачи. То есть защищать государственные кордоны, а у нас вот сейчас ликуем наших прикордонников, ветеранов государственной службы и всех пересеченных граждан. К сожалению, государство поддерживает ветеранов пограничных войск не на должном уровне. Сегодня многие из них вынуждены в судах отстаивать свое право на достойное пенсионное обеспечение. Прослужил 40 лет в выслуге, и получается, мне обидно за то, что прапорщик увольняется, который 25 лет прослужил в армии, и у него гораздо больше пенсии, чем у меня полковнику, который я прослужил всю жизнь в армии. Я говорю, мне просто не обидно за человека, за правочка, который получает достойную, все, пытайно не могу. Мне обидно за себя, что меня так опустили ниже плинтуса, и не ценят людей, которые служили в свое время. У нас сняли процентную ставку на счет пенсии, потом убрали все надбавки. И то есть вместо того, чтобы правильно, как Сергей сказал, получать пенсию там, ну, 12-16 тысяч, мы получаем 6-7 тысяч. То есть, как бы, ну, да что говорить честно, обманули, просто обманули, беспардонно, так, цинично, и все. Но несмотря на проблемы, молодое поколение пограничников продолжает самоотверженно нести службу и защищать территориальную целостность и суверенитет Украины. А ветераны готовы по первому зову вновь встать на защиту передовых рубежей страны, чтобы защищать покой украинцев. Областная власть постоянно оказывает помощь пограничным подразделениям, дислоцированным на территории Одесского региона. Учитывая это, а также за многолетнее содействие, по гранслужбе заместитель председателя Одесского областного совета от оппозиционной платформы «За жизнь» Вадим Шкаровский был награжден почетным знаком от руководства Одесского пограничного отряда. Это почетная награда. Конечно, я горжусь этим. Я благодарен тем, что оценили и мой какой-то незначительный вклад в развитие и именно в пропаганду пограничной службы. Мы, как областной совет, стремимся и дальше будем продолжать работать и с пограничной службой. Будем развивать и пункты пропуска, и заботиться о людях, и о тех солдатах, которые сейчас несут службу, круглосуточно несут службу по охране государственной границы Украины. Одесский пограничный отряд – один из старейших подразделений этого рода войск. В этом году исполняется 101 год со дня его создания. А в обязанности пограничников входит не только осуществление контроля пропуска через границу лиц и транспортных средств и охрана морских рубежей, но также прекращение противоправной деятельности и участия в борьбе с организованной преступностью. Поэтому и важны традиции воинов, пограничников, которые от ветеранов службы переходят к тем, кто сегодня надежно стоит на защите рубежей Украины. Субтитры создавал DimaTorzok